Всем привет мои дорогие друзья, на связи Антон Бустер и сегодня у нас топ 10 игр, где саунд дизайн заслуживает отдельного внимания. В этом видео мы сосредоточимся на самых интересных и необычных моментах из игр, в которых саунд дизайн влияет на игровой процесс и усиливает восприятие. Но сначала мой друг, я попрошу тебя подписаться, если ты не подписан, поставить лайк заранее, потому что видео будет интересно. И первый проект, о котором я хотел бы поговорить, это Alien Isolation. Ни для кого не секрет, что звук и время, в которое он проигрывается, имеет важное значение для создания идеального страха. Dead Space, например, в блестяще формулирует крещенды из щелчков инициационных отверстий и шипящих дверей, которые ведут испуганного игрока к кричащему некроморфу. Однако в Alien Isolation нет подобной возможности. Блестяще выполненный искусственный интеллект Джужова слышит все. Случайный шаг к автоматической двери может сорвать инопланетянина с поводка и отправить к вам. У игроков есть козырь в рукаве в виде трекера движения, с помощью которого можно определить местонахождение Чужого. Но дилема в том, что громкие звуки, сигналы трекера помогают Чужому вас найти. Вот и попробуй определиться, что лучше, знать где находится Чужой и дать обнаружить себя. Или вообще никому ничего не знать. Эта система риска и вознаграждение довольно уникальна. И саунд-дизайн здесь становится главным инструментом погружения и создания страха. Следующий игровой проект на очереди у нас это Portal. Portal наполнен уникальным звуковым дизайном, который сопровождает чел игрока через многочисленные научные тесты. Одним из наиболее заметных источников звука являются радиоприемники, размещенные в каждой тестовой камере, который воспроизводит оптимистичную версию песни Still Alive. Перемещение радио в определенное место изменит мелодию на закодированные сообщения, передавая скрытые секреты изображения. Однако у радиоприемников есть более важная роль, чем скрытие пасхалок. Саунд-дизайн портала создан так, чтобы помогать игроку, начиная с того, чтобы сделать звук портальной пушки настолько узнаваемым, чтобы игрок автоматически искал его. И заканчивая тем, что ракетные трели беззвучны, чтобы игрок мог слышать, как ракеты нацеливаются на него. Но даже если это не сработает, система Гладос всегда рада дать саркастический толчок в правильном направлении. И следующий на очереди у нас, да-да, конечно же, Майнкрафт. В течение последних 10 лет геймерам прививали реакцию «беги или сражайся» на свистящие стрелы, скелетов Майнкрафта и культовое шипение криперов. После нескольких часов, проведенных в пещере, игроки могут почувствовать себя спокойнее, зная, что алмазная броня защитит их от большинства угроз. Но детально проработанные звуки и атмосферы всё равно могут заставить их понервничать. Майнкрафт имеет обширную библиотеку из более чем 130 жутких лупов, которые воспроизводятся со случайными интервалами. В пещерах, в которых отсутствует солнечный свет, распространены различные шумы, от тихого грохота до призрачного ветра. На самом деле эти звуки ничем не вызваны и созданы лишь для того, чтобы держать игрока в напряжении. Но даже если вы знаете, все секреты Майнкрафта, являетесь мастером строительства и истребления драконов, всё равно в этом есть что-то тревожное – ощущение неизвестной опасности, скрывающейся в пещерах Майнкрафта. Хотлайн Майами Думая о Хотлайн Майами относительно мира звука, большинство, скорее всего, вспомнит пульсирующий саунд игры Кибер Аутран и музыкальный жанр New Retro Wave. Тем не менее, и в этой игре присутствует своя саунд-дизайнерская изюминка. Гоняясь по комнатам, в которых находятся вооруженные члены мафии, игрок вскоре выполняет свою задачу и встречается не с самым приятным звуком, за которым следует низкий гул. И этот звук сопровождает игрока, пока тот не выйдет с уровня. Внезапно прогулка по залитым кровью уровням становится не столь увлекательной. Этот монотонный гул несколько раз встречается в игре, заставляя игрока сомневаться в своих действиях и думать о том, почему вы вообще совершаете эти массовые убийства. Следующий на очереди у нас проект – это The Witness. На первый взгляд кажется, что игре не хватает ни одного саунд-дизайна. Остров, на котором разворачивается игра, предлагает редкие звуковые ландшафты, запутанные варианты панорамирования и бессмысленный слуховой диапазон. Например, массивные водопады, которые находятся в пределах слышимости только на очень близком расстоянии. У такого своеобразного выбора есть несколько очень веских повествовательных причин, и вскоре это становится ясно. Головоломки Witness превосходно используют окружающую среду для поиска ответов. Когда игрок достигает тропы через густой лес, он скорее всего уловит щебетание птиц, звук которого на острове таинственным образом отсутствует. В этом и заключается загадка. Каждый звук – это отдельная тема, которая соответствует пути и решению головоломки. Звуки становятся более жуткими, когда пение птиц прерывается, и вы понимаете, что пение птиц на самом деле воспроизводится через динамики, замаскированные в зарослях. The Witness успешно показывает, что можно сделать при минималистичном подходе к звуку и музыке. Звуковые загадки не только подкреплены логическим источником, но и углубляют загадку острова, по которому бродит игрок. Ape Out – необычная игра, в которой вы играете за разъяренную гориллу, которую заперли в клетке. Отличительная черта звука этой игры заключается в тесной связи между музыкой и саунд-дизайном. Каждый удар и бросок сопровождается грохотом перкуссии, по мере того, как обезьяна превращается в импровизирующую звезду джаза. Лучший момент звукового дизайна приходит на последнем уровне. Этот этап дает игроку эйфорию вырваться из вольеры и выпустить других животных из клеток. Медленно, но верно, ваш личный разрушительный саундтрек сопровождается суматохой тигров и медведей, которые вместе с вами разрывают ваших похитителей. Ape Out – идеальный союз саунддизайна и музыки. Ну а следующий проект у нас – это TIFF. Среди жанров игр, в которых саунддизайн играет очень большую роль, конечно, стоит выделить стелс. Задолго до изобретения красного восклицательного знака в Metal Gears разработчики размышляли, как спрятать игроков в темных углах и картонных коробках, и как общаться с ними, если они спрятаны. TIFF был пионером в области скрытности, но, несмотря на это, его саунддизайн действительно привлекает внимание своей тонкостью, демонстрируя игроку, насколько он коварен на самом деле. Разработчики потратили бесчисленное количество часов, думая над тем, как стража может обнаружить игрока и как сам игрок сможет это понять. Игроки могут следить за шагами врагов, что позволяет им сформулировать план атаки или побега, и с помощью специальных звуков, элементов игрок быстро понимает, что он обнаружен. Также используются различные покрытия, которые могут привлечь стражу, например, если игрок слишком быстро двигается по мощенной улице. Все эти аккуратные звуковые решения заставляют игрока тщательно обдумывать свой путь игры, в то же время успешно создавая фантастический, жуткий звуковой ландшафт с гулкими каменными коридорами и пугающими врагами. Джорни Трудно выбрать из Джорни момент, который не был бы искусно пропитан звуковым дизайном. Зловещие взрывы вражеских стражей, песчаные дюны в пустыне – все это сливается в один колоссальный захватывающий хор звуков. Для тех, кто играл в Джорни на пике успеха, эти мирные звуковые ландшафты, скорее всего, уступали место крошечному щебетанию вдалеке другому игроку. Игроки не могут общаться через голосовой чат, вместо этого им дается одна звуковая команда с разной продолжительностью. Несмотря на эти ограниченные возможности, у многих игроков есть удивительные истории о приключениях с анонимными путешественниками. А некоторые даже общались с помощью азбуки Морзе. По мере того, как количество игроков уменьшается, становится все труднее встретить товарищей. Но игра все же того стоит, чтобы поиграть за ее потрясающие звуковые ландшафты и декорации. Кто знает, может быть, эта маленькая красная фигурка на горизонте – новый друг, ищущий попутчика. Этот список был неполным, если бы не вспыхнула какая-то перестрелка. Любой успешный игрок знает, что звуковые подсказки имеют решающее значение для получения преимущества над своим противником. Шаги вражеского игрока, близость стрельбы и вызов отряда – все это звуковые призывы, которые нужно использовать, поэтому звуки должны быть максимально реалистичными и четкими, если игроки хотят набрать убийство. Движок Battlefield Frostbite обладает невероятной мощностью, заставляя звуки влиять на друг друга. Громкость пули, проносящейся мимо вашего черепа, будет заглушена, если над головой произойдет воздушный взрыв, имитирующий звуковые сигналы боевых действий. Любой, кто играл в игры студии DICE, знает, что их звуковые ландшафты удивительно четкие и динамичные. Бегство в подземные бункеры и городские метро создают богатую реверберацию для каждого выстрела, в то время как воздушные факторы влияют на двигатель вашего беспилотника. Как говорил Бен Спаджер, звукорежиссер Battlefield 1, самое главное, чтобы вы как игрок могли закрыть глаза и почувствовать, что вы действительно там, будь то окопы, лес, пустыня или французская сельская местность ночью. INSIGHT Это не первая игра Playdead захватывающим сюжетом. В Limbo 2010 года используются размытые и расплывчатые визуальные эффекты и звуки, чтобы создать довольно нервирующий игровой процесс. INSIGHT немного отличается более острым художественным стилем, фокусируясь на тяжелой истории мальчика, проникающего в зловещее учреждение по неизвестным причинам. Создание затрудненного дыхания мальчика, которое резонирует через подводные коридоры и пустынные городские пейзажи. Определенно заслуживает похвалы, но наиболее загадочным звуковым ландшафтом влияется все, что окружает уровень пульс. Действия уровня пульс разворачиваются в камере, которая каждые 6 секунд излучает ударную волну, уничтожающую все, что находится за пределами укрытия. Когда мальчик пытается открыть гигантскую дверь, игрок может услышать далекие звуки грохота. Сам уровень представляет собой захватывающий шедевр, в котором звук используется в качестве изящной игровой механики, поскольку мальчик должен избегать ударных волн за металлическими стенами и панелями, чтобы обезопасить себя. Ну что, ребятки-котятки, это был ТОП-10 игр, где саунд-дизайн заслуживает отдельного внимания. А если вы с этим не согласны или у вас есть свои предложения, пишите обязательно в комментариях, и мы сделаем очередной крутой ролик. До скорых встреч, с вами был Антон Бустер, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok